Бортоператор вертолёта Аганес Попекян проводит инструктаж для пассажиров. Для полицейских Приволжского РОВД это первый опыт по поиску рыбаков с привлечением авиатехники Росгвардии. Лётному составу передают примерные координаты, где сейчас могут находиться нарушители. Никогда прежде и представители авиационного отряда не участвовали в поиске с воздуха рядовых рыбаков. Но сегодня этого требует обстоятельства. Запрет на любительскую рыбалку на региональном уровне. И с этим пока нужно мириться всем. Сигнал по бортовому громкоговорителю. Расходимся. Распоряжение губернатора. С высоты 100 метров отчётливо видно, что нарушают распоряжение сегодня далеко не единица. Многие рыбаки, услышав сообщение с воздуха, покинули свои места и скрылись на автомобилях, оставив на берегу лишь часть улова. Понятное дело, что по большей части этот рейд носил такой рекомендательный характер. Но штрафы за вылов реальные уже сейчас. От 15 тысяч рублей и выше штрафы немаленькие, но их величина обусловлена серьёзностью ситуации. Порядка 20 протоколов составлено на граждан, которые занимались рыбалкой на территории Астраханской области. Местные жители, а также присутствуют жители Пензы, Москвы, Липецка, ну и других регионов. Погоня – вынужденная мера. Население о запрете на ловлю рыбы знает и старается уйти от ответственности. Я понял, вы живете здесь, да? Ну мы буквально на 200 метров выше. Простите, пожалуйста, вы больше не хотели детям рыбки поймать, это для детей. Сегодня у нас просто носит рекомендательный характер, проводим профилактические мероприятия. На следующий раз вы будете привлечены к административной ответственности. Эту семью обнаружили с воздуха почти на полукилометровом расстоянии. Приближению вертолёта те не придали значение и продолжили ловить рыбу. Чтобы донести профилактическую информацию, пришлось приземлиться. Впрочем, повлиять на тех, кто игнорирует запрет, можно и с воздуха, даже без помощи громкоговорителя. Информация передаётся наземным группам. Впоследующее уже происходит отработка сотрудникам, которые находятся на земле. Несмотря на то, что находятся в структуре Росгвардии, мы выполняем задачи любых правоохранительных подразделений, которым необходима помощь в авиации. Использовать авиатехнику Росгвардии полицейские для поиска рыбаков теперь намерены постоянно. Информация о следующем вылете не разглашается. Артём Лепёхин, Руслан Срыбченко, Олег Райда, Центр новостей.